ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В седьмом туре наша команда принимала Краснодарскую Кубаночку и оказалась сильнее 2-0. По мячу в ворота соперника отправили Курочкина и Пантюхина. Копилки звезды еще три очка, и Жанка уезжает вместе. Хорошая получилась игра, боюда острая, равная. Я думаю, что команды продемонстрировали хороший, содержательный футбол. И, к сожалению, мы проиграли, допустили результативные ошибки в обороне, свои моменты не реализовали. Теперь про американский футбол. Стальные тигры продолжают выступление в национальном первенстве. Очередной домашний матч в турнире дивизиона «Волга» свел Пермяков с ижевскими столеварами. Наши выглядели предпочтительнее и выиграли со счетом 60-20. И завершение о баскетболе. В Гуанчжоу начались спортивные игры среди стран Брикс. В Поднебесной сейчас идут соревнования по ушу, волейболу и баскетболу. Там в составе сборной России есть игрок Парма Иван Ухов. Отмечу, что Китай в этом году будет председательствовать на очередном саммите этой международной организации. Приветственное слово Си Цзиньпина участникам зачитал руководитель спортивного управления Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин верит, что игры стран Брикс помогут спортсменам раскрыть свои способности, популяризировать традиционные спортивные программы, а также позволят укрепить дружбу между народами стран Брикс. Российские баскетболисты в первой игре турнира встретились с командой ЮАР и победили со счетом 74-45. Ухов набрал 9 очков. Впереди у наших матч с Индией. У меня на этом все. Ждем развития спортивных событий. Субтитры создавал DimaTorzok